За 30 полетов на самолете Ил-2 вылетов полевых присваивали звание Героя Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны. Первые самолеты были сделаны из перкаля, растяжек. И я езжу сейчас каждый год к своему другу вовче Слава Лио, который всегда с нами полеты занимаешь. Который сейчас самый крутой из нашего колоса. У нас есть меня на 10-10 типа меня. Вовка Слава Лио сейчас руководит жизнью района Черная речка. Серега, надо вам побрататься с ним. Он такой же как мы, еще хуже. Он выезжает на перекресток, становится поперек на машине. И начинает, мне говорит, Миш, куда дальше-то поедет. Ему начинают будить со всех сторон. Потом он выезжает на трамвайные вельсы на встречный поток. Там были трамвай. И задним ходом начинает разворачиваться. В это время снижение все останавливается и забирает. Вовка Соловев командует районом Комендантский аэродром, где был первый аэродром в России. И мне с ним повезло. С Вовкой, в смысле. Вовка, привет. Вовка приехал пять лет назад, мне звонит и говорит, ну как вы знаете, в нашей стране удивительно, да, принято делать сегодня то, что нужно было сделать месяц назад. Говорит, я выяснил, что на моем районе был первый в России аэродром Комендантский, в Каламяке. Я решил отметить, что это аэродрома, я приехал, мы должны сейчас попросить, чтобы нам дали пилотажную группу Русь, пилотажную группу «Русские витязи». Я хочу пригласить министра обороны, министра обороны на табуретке иногда. Он приедет сам и привезет себя в «Русские витязи». Ну я по привычке, я всех всегда защищал. В Вовку Соловеву тоже. Мы поехали с ним в штаб ВВС, сами ВВС на один раз посмотрели как на идиотов. Мы сказали, ну ладно, пишите документы. Написали документы, нам, естественно, отказали. Но праздник состоялся все равно. Во время праздника, первый день просто шел снег. На второй снег, на второй день, когда мы поехали на аэродром под Ленинградом, снег летел горизонтально. Когда мы приехали на аэродром, там стояли два унывых военных в Телогрейке, которые сказали, что министр обороны запретил категорически проведение этого праздника и сказал, что нас уволят. Я позвонил Вовке, Вовке сказал, сейчас я приеду, дам вам денег и все будет. Так, нет, насчет денег я не знаю. Дальше стоит сцена, весь с высотой с 8-этажный дом, 20 кВт звука, профессиональный звук. Дальше приезжает 15 автобусов по 60 человек каждый, привозит ветеранов 10 тысяч, ставит палатки с пивом, включает звук, звуком сносит ближайший ангар, крышу, вешает баня 8 на 9 метров. Дальше приезжает Вовка, приезжает Татьяна Буланова с продюсером. Проходит концерт, я ведущий на концерте. После того, как концерт закончился, отпела Татьяна Буланова, приезжает Оксана Миссиевич Городницкий, приезжает Вадим Егоров с супругой. Все это все прошло, все закончилось. И начался снег с дождем, который летел вот так горизонтально. В это время видимость была, нижний порог, 15 метров. В это время аэродром принадлежал АВВС, но там базировалась школа подготовки, коммерческая школа подготовки этих самых летунов. Они праздновали весь праздник в ангаре. В конце мероприятия, напраздновавшийся инструктор, сел самолет, маленький американский, и стал летать над нашими головами, выполнял фигуры высшего пилота. И мы почки крутим вот так. Туда почки разворачиваются в полном молоке и обратно почки. Я стоял и смотрел. Вот он сейчас, он врежется у нас, все-таки, или нет. В это время, значит, еще не подозревающие жители Нью-Мяда залезали в автобусы бабушки и дедушки. Их потихоньку туда вывозили. Но это, потом я уехал тоже, у меня не хватило, значит, времени. Потом мне сказали, что когда вот он кончил летать, они сели в какой-то другой самолет, да, их было 10 человек, надели парашюты, вот. И при нижней кромке 15 метров выпрямились парашютами. Вот туда вот. И все попали на аэродром. Никто не упал на дерево, зацепился за линию электропередач, никому не сбило в молнии, ничего. Никак в сомнении. Вот. Извините, долго уже не рассказывал. Я хотел спеть песню, которую я посвящаю нам всем, дорогие друзья. И вот этим потрясающим людям аплодисменты, пожалуйста. Наши девочки. Слава и гордость нашей Родины, это люди, которые... Лучшие из трепетий мира, это самолет Су-27. Лучшие летчики мира, это люди, которые летают на этих самолетах. И Сергей Николаевич Мельников, член Совета предклубочек и дети. Я горжусь тем, что это человек, который я смогу назвать своим домом, которого мы провожали в последний путь. И память которого вот уже четвертый год мы будем проводить вместе с вами фестиваль в славном городе Джугус. А песня была написана давно. Вот. Я начитался к ней праздничным. И наслушался рассказов. Сиротия Мельникова. Вот. Игоря Водицева. Ну и песня посвящается. Валерка Мельникова. Сиротия Мельникова. Сиротия Мельникова. Сиротия Мельникова. На нем написано, что здесь в 1910 году упал летчик Мациневич самолетов Арманских с высоты 326 метров. У него оторвалась расчалка, попала в мотор, его выбросило из самолета. Временей тогда не было, парашютов тоже. Просто упал. Потом этот камень большевики выбросили на помойку. Он проезжал на помойке 35 лет. Потом его достали, после войны отмыли. Сейчас он стоит на этом месте. Русским летчиком посвящается. Русским летчиком посвящается. Русским летчиком посвящается. И сомнение, что лучший праздник в высотах. Обрыни спинки пули цоколей, Из-под капота било пламя. И мессер, выскочив из облака, Очередями колотил, а мы, держась зубами в воздухе, Рубили им хвосты винтами, Жабручку кистью подрелевшую. Прощай, Россия, и прости, Нам ведь почестей громких не надо, Нам и просто меж встречи разлу, Чтоб количество наших посадок Наших взлетов ромнялось число. Чтоб количество лучших посадок Наших взлетов ромнялось число. И над лесами, над корейскими, И над пустынями Афгана, Над татьянскими просторами, И теснотою городов, Сквозь грозы и небо житейские, Ведем свои аэропланы, Судьбы полетные задания, Вновь выполняя вот и до. Но ведь почести громких не надо, Нам и просто меж встречи разлу, Чтоб количество наших посадок Наших взлетов ромнялось число. Чтоб количество наших посадок Наших взлетов ромнялось число. Она снесет по краю пропасти Меж левым берегом и правым, В титарный композит заклепаны Журавы пергаленной души. Пространство разрезают лопасти, А слева смерть, а справа слава. И это легкое дыхание Ничем никак не заглушит. Ах, наши слухи перелеты, Где в высоте сдаем экзамен, И всякие распилеты новые, В их жизни смерть переплелись, А наши души самолетные Летают между облаками, У них никак не получается Хоть как-нибудь спуститься вниз, Хоть как-нибудь спуститься вниз. Нам ведь почесть и прочих не надо, Надо просто лишь встречи разлу, Чтоб количество наших посадок Наших взлетов ромнялось число. Чтоб количество наших посадок Наших взлетов ромнялось число.